Дорогие зрители, приветствуем вас на канале Криптокомманс в очередном выпуске Ньюсблог Крипто. Прежде всего, поздравляю всех нас с тем, что маленькое чудо, о котором мы говорили в предыдущих выпусках, все-таки произошло. Скользкий Гэри все-таки сделал невероятный шаг, благодаря которому его решающий голос в количестве трех членов из пяти обеспечил зеленый свет спот биткоин ETF. Данная ситуация удивительна тем, что Гэри Гэнслер последние много лет выступал явным криптокритиком. Но все же все факты и обстоятельства, о которых мы очень подробно говорили в двух предыдущих выпусках, все-таки сломили его внутренний, похоже, маленький и тоненький стерженек. Но в любом случае, это, дорогой зритель, уже в прошлом, а нам с тобой важно понимать, что происходит сейчас и к чему это приведет в будущем. И, возможно, прямо сейчас ты уже задаешься вопросом, а почему же цена биткоина не улетела в космос? Что ж, подробнее мы на этот вопрос ответим ближе к концу нашего выпуска. А сейчас давай посмотрим на то, что происходит в мире помимо спот биткоин ETF. Итак, сегодня в выпуске. Инфляция в США подкинула неприятный сюрприз. В своем интервью на Bloomberg TV глава цифровых активов Франклин Темплтон высказала свое мнение о том, что грядут ETF и по другим цифровым активам. Тем временем Bitwise пожертвует 10% прибыли биткоин ETF на open-source разработку биткоина. И завершит наш сегодняшний выпуск обзор ситуации на рынке от Джорджа Танга. Никуда не уходи. Итак, срочные новости. Общая инфляция в США выросла до 3,4%, а базовая инфляция не оправдала ожиданий рынка. Общая инфляция за 12 месяцев по состоянию на конец декабря выросла на 3,4%, что оказалось больше, чем значение в 3,1% за 12 месяцев по состоянию на конец ноября. Таким образом, в декабре инфляция выросла на 0,3%, что в целом соответствует ожиданию рынка. При этом данные по индексу потребительских цен в США также показали, что базовая инфляция снизилась до 3,9% за последние 12 месяцев после своего роста на 4,0% в ноябре. При этом ожидалось, что годовая базовая инфляция замедлится до 3,8%. Да, я тебя понимаю, что это кажущиеся занудными сухие цифры для нас с тобой ничего не значит, но это не так. Всё дело в том, что, как бы мы ни хотели, США остаётся крупнейшей мировой экономикой, и её состояние и тренд движения влияет на весь остальной мир, включая и нас с тобой. И сейчас, несмотря на то, что рынок ожидал рост общей инфляции в декабре, базовая инфляция всё-таки сократилась, хоть и не так сильно, как ожидалось. Если вдруг ты не знаешь, почему важно смотреть именно на базовую инфляцию, то поясню. Если кратко, то общая инфляция включает в себя некоторые продукты, цены на которые изменяются сезонно, например, энергоресурсы и питание. Поэтому, чтобы убрать из аналитики сезонность, используют понятие базовая инфляция, в которую данные продукты не входят. И вот она в декабре замедлилась. Поэтому основной вывод, который здесь можно сделать, заключается в том, что при такой динамике дальнейшее повышение базовой процентной ставки ФРС очень и очень маловероятно, что, соответственно, является позитивным сигналом для рынка. А это хорошо, так что мы идём дальше. Продолжает наш выпуск интервью главы цифровых активов Франклин Темплтон Сэнди Коул каналу Bloomberg TV. В этом интервью Сэнди рассказывает не только о дальнейших планах своей компании, о видении дальнейшей судьбы ETF. Давайте послушаем. Мы видим в этом крипто-домене большой потенциал, поэтому мы продолжим развитие нашей линейки продуктов и продолжим предлагать нашим инвесторам всё больше возможностей для доступа к этой инновации, а также получить так называемый бета-доступ к этой новой экономике. Из чего бы вы начали? Эфир или что-то ещё? Другой альткоин? О, я думаю так же. Но также я думаю, что вам следует ожидать больше заявок с нашей стороны уже в обозримом будущем. Сэнди, как скоро это следует ждать? Мы все видим, что происходит с рынком, окно распахнулось, а вокруг других активов творится много воодушевления. Да, я думаю, что это нормальное развитие ситуации. Ведь существует множество различных монет, которые уже построили вокруг себя значительную капитализацию. Так почему же останавливаться с биткоином? Ведь существует множество возможностей, это совершенно другие возможности. Например, в криптодомине есть другой актив, эфир, и этот актив имеет немного другое ценностное предложение, нежели биткоин. Будучи платформой с немного более активным развитием, предлагающей развитие своей собственной экосистемы, в соответствии с этим и его инвестиционно предложение немного отличается. Поэтому в нашей теории формирование инвестиционного портфеля лучше иметь несколько активов, нежели иметь портфель с одним активом. Таким образом, будет нелогично предполагать, что биткоин будет единственным активом, движущим данную машину, позволяющим инвесторам с большей лёгкостью вкладывать деньги в эту среду. Дорогой зритель, ты только что сам всё прекрасно услышал. Плюс не забывай, что уже есть заявки, ожидающие одобрения на спот эфиры Диев, одобрение которых намечено на середину этого года. Так что криптоавтомобиль уверенно набирает скорость, двигаясь по этому шоссе. Главное только, чтобы серьёзного ДТП не произошло. Ведь ты прекрасно помнишь, что крипто является высокорисковым активом, а всё это не финансовый совет. Bitwise пожертвует 10% прибыли биткоин и ТЕФ на open-source разработку биткоина. В своём твиттере от 11 января Bitwise сообщила о своём намерении направить доходы от своего спотового биткоин и ТЕФ трём конкретным организациям – Бринг, OpenStats и Human Rights Foundation. Аналогично этому инвестиционная фирма Ванок взяла на себя обязательство выделить 5% потенциальной прибыли от предлагаемого имя спотового биткоин и ТЕФ для поддержки корр-разработчиков в Бринг. Ванок признаёт ключевую роль, которую играют разработчики, как важную опору всей экосистемы биткоина и выразил благодарность за их вклад. На первый взгляд здесь может показаться, что ничего особенного в новости нет, но подумаешь, выделяют они какие-то проценты. Но если, дорогой зритель, присмотреться внимательней, то можно понять, что подобная благотворительность является ничем иным, как реинвестирование. То есть как будто бизнес, зарабатывающий деньги, не просто их тратит, а вкладывает в своё собственное развитие. И это потрясающая новость. Потому что, во-первых, среди заявителей на спот биткоин и ТЕФ возникает очень серьёзная конкуренция. И как буквально на днях сказала соучредитель и генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд, из всех игроков, скорее всего, останутся единицы. Так что за Bitwise и Ванок в своей борьбе за клиента пойдут и другие компании, что будет крайне позитивно влиять на дальнейшую разработку в отрасли. А это значит, что нас с тобой, дорогой зритель, впереди ожидает очень много новых, интересных изобретений в мире крипто. И завершает наш выпуск Джордж Танг с коротким обзором ситуации на рынке, где в макроперспективе он объяснит нам, что и как. Джордж, без ИТФ, пожалуйста, мы от них уже по-рядкам устали. В долгосрочной перспективе биткоин выглядит замечательно. У нас по-прежнему остаётся много места для роста. Ясно? Не забывайте. С учётом одобрения того, о чём попросили не говорить, биткоин только продолжит выкачиваться с бирж. Но также... Через три месяца у нас с вами произойдёт халвинг. Давайте это не будем забывать. Халвинг сократит инфляцию, сделав жизнь майнеров ещё более жёсткой. Что значит, что они также не будут продавать. И если будут, то меньше. Ведь биткоин при добыче блогов будет получать всё сложнее и сложнее. Верно? Так что это всё связано. Предложение и спрос. Предложение продолжает сокращаться. А вот спрос продолжает расти. И одно ли или другое приведёт к тому, что биткоин улетит ракетой. И даже с точки зрения технического анализа, мы с вами видим ситуацию чертовски хорошей. И к концу цикла, в 2025-м, мы будем находиться у отметки 5. Ясно? А это соответствует 200, 250, 300 тысячам долларов. Не забывайте, но сегодня у нас был успех. Может быть, не самый лучший в мире успех. Потому что мы не перевалили 50к. Но кто знает, ведь скоро будет второй день. Да и вообще, этот значительный всплеск может образоваться в любой день. Плюс, не забывайте, что приток происходит не мгновенно. Джордж, спасибо. И добавлю от себя, что совершенно верно ты подметил о том, что приток капитала происходит не мгновенно. На это требуется время, равно как и на разогрев толпы. При этом, пожалуй, самым ключевым событием в последние дни стало, по сути, признание SEC того, что криптоактивы всё-таки являются официальным активом для инвестирования. А значит, в буквальном смысле слова, ворота открыты. В общем, дорогой зритель, пожалуй, добавить здесь больше нечего. Поэтому на этой позитивной ноте я пожелаю тебе прекрасной пятницы, замечательного вечера и, конечно же, отличного трейдинга. Но, пожалуйста, не забывай, что криптоактивы несут очень высокие риски. Что все решения ты принимаешь исключительно сам, а это, конечно же, не финансовый совет. Главное, соблюдай риск-менеджмент, и у тебя всё получится. Желаю удачи и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok